Всем привет, с вами Тайпан, и сегодня мы будем играть на пудже. Сначала я хотел на нём пойти в харду, но меня оттуда прогнали, и оказалось, что это даже к лучшему. Мне пришлось стоять в мид на пудже. Я не очень люблю стоять в мид на пудже, поскольку потеть надо больше. А так, в харде, если у тебя есть саппорт, то... или лучше-лучше кэри, он фармит, ты потихонечку фармишь вражеского кэри или вражеского саппорта. Так, ненапряжная игра течёт, а на миде надо всё-таки добивать крипов, и я больше люблю стоять в харде на пудже, чем на миду. Но в этой катке оказалось лучше, чтобы я пошёл как раз-таки на мид. И сейчас вы видите, что у нас удачно началась игра, мы зафармили вражеского Зевса, что он решил пойти на ворду самостоятельно, без помощи. И в этот же момент наш Магина отдаётся вражескому Шадоу Финду. Так что, если бы мы не совершили сейчас ФБ, то бы совершила его вражеская команда. И, может быть... ну, вряд ли бы что-то в этой игре изменилось, конечно, но... ну, всё-таки они бы сделали ФБ. Вот, как вы видите, я иду вниз, дабы здесь стоять со снайпером. Так. И приходит Магина. Мы убегаем, чтобы он ушёл, но он остаётся здесь стоять. Если ты сейчас иди на мид. Ну, я такой решаю. Ну, ладно, что. Кукиш с вами, пойду на мид. А тут у нас стоит трипл мид против Пуджа. Вы, ну, понимаете, ну, какая красота. Хукай и Хукай. Прихожу сюда. Тихо, хочу начинать фармить себе Боттл. Боттл одна из самых ценных на Пуджа артефактов в начале игры, потому что ты ходишь, контришь руны и фармишь вражеских героев, разумеется. Ходишь себе, фармишь, убиваешь и радуешься жизни. Против меня стоят в миду Раста, Зевс и Клопа. По идее, если бы у них были наличие головы, то бы они могли меня спокойно загнобить. Но загнобил, к счастью, я. Вот. Пытается что-то сделать. Клопа. Я такой, типа, ну, ладно. Это всё-таки неудивительно. Ну, хожу себе, смотрю. И вот, Зевс. Сладкий. Зевс решает от меня сбежать. Ну, у меня тапка нету. У него тоже нету. Но, видите, он меня тут немножко обхитрил, но, как оказалось, он сам себя обхитрил. Знаете, как он решил выходить из леса? Со стороны, мать его, выше. То есть, он вышел из леса, между двухщик мог бы вернуться. А сейчас, видите, такой... А, здесь крипы. Ну, ладно, чё. Вот, Зевс. Так вот, прекрасно начинается. Ну, начать на линию. Дальше фармлю себе. Как вы видите, хотя игра началась, боже мой, как хорошо. Я всё-таки решаю один раз умереть. Да, всё-таки один раз я умрел. Ну, всё-таки, как... Заденавился? Лучше такой герой, что убить его каким-то ядом, таким медленным способом убийства, то есть, ну, в основном ядом, разумеется, его сложно, потому что он денаится. И вообще, в центре замеса там заходишь, такой, у тебя вся лопит-лопит, а потом заденавился. Нормально. Тупашусь на мид. Ну и дальше фармю свой боттл. Боттл у меня уже есть. Теперь фармим сапог. Даже два крипа одновременно. Видим руну, хосту. Это у нас повод убивать. Опа, и Зевс. Рыболовля. Четыре Зевса ловля. Нет ничего приятнее, чем попадать хуком за пуджа. Вот еще один клиент. Ну вот я примерно всю игру так и рыбачил. Затем следил. Ну, после такого следует, конечно же, пойти на базу и откилиться, потому что у нас есть деньги и на сапог. Кстати, больше всего советую за пуджа именно сапог закупать. И курил, если вас ее не закупают. Что, без курой пудж? Не ахти пудж. Потому что надо на базу ходить с вещами. Практически любой герой без куры не ахти герой. Видимо, я тут решил, что стоит попытаться еще раз сухогадзи в Зан. И это у меня не получилось. Собрал мой руну, снайпер. Вот еще один клиент. Прямо на один за другим. Приятная катка. Как вы видите, при таком нубстве со стороны противников, наши все равно умудряются дохнуть иногда. Я тут ничего сделать не может. Все-таки от меня ушел. Я оставил ему немножко хп, нужно идти дальше от самоубийства. Как вы понимаете, 4-1 для пуджа на седьмой минуте это очень хороший начал. И благодаря... Не то чтобы 4-1, даже 5-го героев мы забрали в самом начале игры. Доминирует О'Ничь. Ну тут не попадается... Невидимость. Мы идем убивать... А вот, разумеется, Шадоуфинда. Потому что он, как оказалось, единственным, кто может представлять опасность для нашей команды и всех 5-их этих героев. И вот так вот, совершенно спокойно, мы его забираем. Шадоуфинда. Многие скажут застилев, застилев, но нет, ничего подобного. Дух бы он в мире кому поставил. Еще конец Вайперу. Промечиваю поступок. Я уны. По-моему. Да, все-таки меня здесь заднобили. Шадоуфинда получил за меня награду. Сволочь. Девятый уровень, 15-й минуту, 9 душ. У Шадоуфинда. Так. Потихонечку возрождаюсь. Вот, решил попушить нашу вышку. Сейчас он зато поплатится. Ну, я не стал стылить. Оставил эту тушку снайперу. Дабы немножко зафармился. У меня так все, очень хорошо все идет, все дела. Обычно я аганим собираю минутик 20-й, а у меня уже на 16-й минуте почти собран. Даже нет, не 20-й, а где-то минутик 25-й, а у меня есть аганим. Раскопа дышу. По-моему, не удастся его забывать. Раскопа дышу. Да, слишком криво. Слишком криво. Как вы видите, с аганимом мы просто идем себе. Мы не паримся, что-то попали мы хуком или не попали. Сейчас же от кдшится и все. Это просто изи. Изи катка. Счет не попали. Ладно, сейчас еще раз попытаемся. Ничего страшного. Ничего, у нас руки что-ли кончаются? Нет. Мы теперь попали. Беспокоиться не о чем, у нас в хокке не кончается же. Здесь мы видели зевса. Ну, куда ты испарился. Радиант Мидл Тауэр Как он там решил в лесу постоять? Радиант Мидл Тауэр Счет не о чем? Радиант Мидл Тауэр Счет не о чем? Ничего страшного. Сейчас еще попробуем. Хе-хе-хе. Самоправдание. Это был фейл, конечно. Но все-таки мы попали. Правда, что-то я в управлении потерялся. Чувствую, что ножки не кончаются. 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 Это такой пулемет из хуков. Такой хук-хук-хук. Мы давим количеством, а не качеством. Тут уже наконец расслабился, особо не царился. Так, с приоткрытым правым глазом. Так, ну, нормально, что-то. Это тактика. Так. У нас восьмая минута. Двадцать. Один. Жир на счету. Сорок девять. Счет. Восемнадцать сорок девять. Нормально так. Плохо. На самом деле, вот, у меня есть мысляк, как забаватить эти хуки. Было бы прикольно, если бы с агонимом они домашили не только вражей, но и союзников. И можно было так, опа, так из замеса вытянуть своего карри, у него плохо бы нет. Вот тогда бы это было бы уже путь, две стороны такой. Две стороны пуджа. Можно хукнуть противника, а можно хукнуть союзника. Замочительно при этом. Конечно, он подденавился. Ну, прикиньте, короче, что-то такое хукаете в толпу и вытаскиваете тропик своего главного карри. Красота. Это можно было бы очень хорошо использовать. Допустим, ваш карри такой почувствовал силу свою и решил залететь в пятерых. А вы такой, опа, и решили спасти своего карри, что он в тайме, я не отдохнул. Немножко. Образумился, так сказать. У нас только здесь расслабились, мы даже Рошана, по-моему, не забрали ни разу. Такой полный, полный такой экстаз. Такой. Вот, вот, типа того. Они-то столько быстро рассыпаются, что даже просто, ну, блин, грех не хукнуть. О, еще один клиент. Еще один клиент. Немножко, короче. По КД, они подходят по конвейерам такие, знаешь, специально, фраги для вас. Ну, конвейер, фрагов для вас. Берете, что вам нужно. Радиант's bottom barracks has fallen. Радиант's bottom barracks has fallen. Да! Она закончилась. а мы полномерно идем со своей тараской как вы понимаете бота у нам уже не нужен а жир нам надо побольше жира много не бывает когда ты говоришь на джер начинается мощный запас и шадоффил кого-то пытается убивать даже не у этого получается но тут прихожу я и хукай ничто страшно ничто страшно скидки а то что пилосы рейдинс металл баррикс с пола битая на ухо в мега кризис даже поверил себя друг другу чем все это не очень Просто такие, ребят, веселые. Ну, закупаемся на вайжерской базе уже. Решили манну установить. Очень удобно, потому что манну появилась. Спокойно установить манну на чужой базе, нажавшись мангу. Ну, вот здесь. Криво, хук. Ничего страшного. Я думаю, что сейчас меня здесь загнобят. Ну, нет. О, здесь выкнулся. Сейчас он так. Ну, типа такой решил бы на базу-то идти, но на самом деле нет. Минус один. Идем дальше убивать. И минус второй, чего-то здесь встал. Идем дальше гулять. Минус третий. Спокойно, чё, ребят? Ну, чё, нормально же всё. Вы куда уходите-то? Ну, тут, конечно, как-то непонятно. Какая разница, у нас же... Зевс, у нас любого не денется. Ну, ещё, ещё. Ну, нормально, короче. Поедем. Пуч-пуч доволен. Хе-хе-хе-хе. Вот. Такая вот небольшая рампашка у нас. Ну, просто так, не напрягаясь. Так ходишь, хукаешь, туда-сюда. Ну, вот так у нас заканчивается эта игра. Спасибо, что посмотрели мой, так сказать, летсплей. Ладно, всем спасибо. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем пока. Если после просмотра этого видео вы задаётесь вопросом-таки What the hell is going on? То, вероятно, вы забыли, какой сегодня день. Правильно, дети. Сегодня 1 апреля. А это значит, что последние два ролика не стоит воспринимать всерьёз, так как это был мой своеобразный розыгрыш для вас, подписчиков, да и, в общем, любых зрителей, которые зайдут на мой канал. Если кто-то не понял шутку, то это уже не мои проблемы, потому что юмор был очевиден в обоих роликах. С 1 апреля вас, мои дорогие подписчики. До новых встреч. Пока.